Судьба Северного потока 2А5 висит на Волоске. Экономика, нефть и газ 1 августа 17-11 Судьба Северного потока 2А5 висит на Волоске Сенатский комитет одобрил законопроект, который может похоронить почти готовый газопровод. Мария Бесчастная комментария в просмотров 13 542. Фото, DPA slash DAS. Материал комментируют. Игорь Юшков. Константин Блохин. Комитет по международным делам Сената США 31 июля проголосовал за санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Законопроект, подготовленный республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шехин, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Как пояснила Шехин, санкции затронут только швейцарскую компанию и итальянскую, которые и занимаются укладкой глубоководных труб. За инициативу проголосовали 20 членов комитета, только двое высказались против. Несмотря на это, голосование еще не означает принятие законопроекта. Во-первых, не все в американском истеблишменте разделяют такую точку зрения. Недели ранее СМИ писали, что друг Трампа сенатор Рэнд Пол добился переноса голосования по санкционному пакету в комитете. В своем письме коллегам Пол указывал, что в нынешнем виде документ нанесет ущерб не только России, но и партнерам США в Европе. В частности, законопроект четко не поясняет, какие именно компании могут оказаться под санкциями. Это значит, что ограничения могут затронуть не только швейцарскую и итальянскую, у которой есть офис в Техасе, но и компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии. Читайте также. Газпром вынуждает Киев заткнуть трубу. Расклад вокруг украинского транзита меняется в пользу России. Вероятно, после этого письма Шейхен и уточнила, что санкции будут направлены только против. И комитет проголосовал за проект. Во-вторых, чисто техническое принятие документа не быстрый процесс. О подготовке комплекса МИР стало известно в мае. Опубликован документ был в июне. Проголосовал Сенатский комитет в конце июля. Пока американские законодатели заседают, газопровод продолжает строиться. В среду, 31 июля глава австрийской компании ОМВ, Райнер Зеле объявил, что первый газ по Нордстрим 2 поступит до полуночи 31 декабря. По его словам, 70% трубопровода уже уложено по дну моря. Пока документ пройдет все стадии одобрения, а это голосование всего Сената, палаты представителей и подпись президента США, трубы вполне могут быть уложены. Правда, и риски есть. В частности, строительство сдерживает позиции властей Дании, которые до сих не выдали разрешение на прохождение маршрута через датскую исключительную экономическую зону. Если они не сделают этого и в августе, сроки строительства могут быть сорваны. Кроме того, в июле профильный комитет палаты представителей принял собственную, еще более жесткую версию законопроекта против Северного потока-2. Она предусматривает санкции против трубопроводов, оканчивающихся в Германии и Турции, то есть и против Турецкого потока. Если Сенат одобрит свой законопроект, а палата представителей свой, согласительная комиссия, состоящая из членов обеих палат, выработает финальную версию. Эксперт Центра исследования проблем безопасности Ран Константин Блохин считает, что Вашингтон вполне может принять санкционный документ. Однако это вряд ли помешает Евросоюзу и особенно Германии довести проект до конца. Рентпол отличается от большинства американских сенаторов и политиков тем, что мыслит не мейнстримово. Он один из немногих, кто говорит о необходимости диалога с Россией, критикует внешнеполитический курс США, который ведет в никуда. Именно он был во главе второй волны приезда американских конгрессменов в Россию в августе прошлого года. Но по возвращении в Штаты Пол подвергся невероятной критике. Его теперь называют путинским агентом, потому что он один из немногих американских политиков и политологов, который не боится озвучивать точку зрения, не совпадающую с основной позицией. Так что его выступление против законопроекта неудивительно, но большинство остальных сенаторов, к сожалению, не разделяют такую позицию. СП, то есть принятие санкций против Северного потока-2 вполне реально. К сожалению, Рентпол в США практически одинок. Учитывая антироссийский характер американской элиты, весьма вероятно, что эти санкции будут приняты. Чисто теоретически Трамп имеет право вето, но он вряд ли будет его использовать, потому что вето может быть преодолено двумя третями Конгресса супербольшинством. И тогда Трампу еще и предъявят, что он защищает интересы России. Ему это не нужно. Тем более, что духом времени сегодня являются именно инструменты геоэкономического давления и санкции, торговые войны, барьеры. Дания останавливает Северный поток-2 у Газпрома и остается совсем немного времени, чтобы запустить проект в срок. Американцы много раз пытались помешать этому сотрудничеству. Например, хотели создать некий санитарный кордон от Прибалтики до Черного моря. Но не получилось. Россия и Германия нашли обходные пути, результатом чего стал Северный поток-2, проходящий по морю. Его реализация это вопрос и экономический, потому что получать российский газ по трубе намного дешевле. Но это еще и вопрос политической субъектности Европы. Рэндпол прекрасно понимает, что Европа от этого проекта не откажется. И если продолжать это давление на ЕС и Германию, это в еще большей степени будет способствовать разладу евроатлантической солидарности и отдалять Европу от Америки. СП, хватит ли у европейцев политической субъектности противостоять этим санкциям? Эта ситуация не новая. Во времена Орегана штаты пытались заблокировать трубопроводь дружба. Но саботировать этот проект не получилось. Хотя Европа тогда была более слабой, и угроза со стороны Советского Союза более серьезная в глазах европейцев. Кроме того, в Северный поток-2 вложено столько, что ущерб от санкций все равно не дотянет до объема инвестирования. Санкции нанесут какой-то ущерб, но первоначальные вложения так велики, что точка невозврата преодолена, Рубикон уже пройден. Германия не будет отказываться от газопровода. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков также сомневается, что США пойдут на самый жесткий сценарий санкции против компаний трубоукладчиков здесь и сейчас. Лето 2019, Калининград обидел Палангу, переманивая туристов из Германии и Прибалтики в популярном городе-курорте все меньше гостей из РФ, а жители Литвы и ЕС едут в российский Иксклав. Срыв Nord Stream 2 нанесет огромный ущерб отношениям Европы и США, так как европейцы прекрасно понимают, борьба с этим газопроводом обусловлена не столько попыткой уязвить Россию, сколько желанием вытеснить ее с европейского газового рынка. Тогда цены на газ поднимутся, и американцы смогут выгодно поставлять туда свой СПЭГ. Для Европы же это будет означать снижение конкурентноспособности из-за более дорогих энергоресурсов. Американцы при принятии решения будут все же учитывать эту позицию Европы. Кроме того, они понимают, что и для российского руководства срыв проект будет весьма болезненным, и ответ может быть самым жестким. СПЭГ, если компании-трубоукладчики все же выйдут из проекта, что его ждет? У Газпрома нет опыта по укладке труб на большой глубине. Он купил одно судно, переоборудовал его, но практики его использования нет. Поэтому если компании-трубоукладчики действительно выйдут из проекта, большой вопрос, когда Газпром сможет закончить прокладку газопровода в одиночку. Нефтегаз, Дания останавливает Северный поток-2. Новости экономики. Нафтегаз требует от России доллар 5,2 миллиарда за свои крымские активы.